В имя Отца и Сына, и Ситах Духа, Аминь. Рыбная Господи, Отцы и Матери, братья и сестры, спасибо Господи за Вашу святую молитву сегодня на Божественной Тургии. Прежде освященный дорог, мы с вами читали Евангелие от апостола-ангелиста Луки, в котором были многие слова Господа нашего Иисуса Христа и заповеди, и увещевания о том, чтобы мы не боялись того, кто может тело убивать, а боялись того, кто может по убедению тела врещи душ в гену огню. Ей говорю вам, того бойтесь, говорит нам Господь. О чем сегодня эти слова Христовы и как мы должны применить их в своей жизни? Мы все чего-то боимся, братья и сестры, но часто боимся того, чего не нужно бояться. Это называется суетный страх, грех, которым мало кто исповедуется. Мы боимся того, кто может убить тело, как сказал нам Господь. Кто может убить тело? Ну, война, голод, разруха, болезни. Еще что-то, люди какие-то, злодеи, разбойники и прочее, многое другое. И вот мы ходим и этого боимся. Боимся голода, боимся нищеты, боимся бедности, боимся того, боимся этого, боимся десятого. Но это нам ничего не добавляет. Наш страх ничего нам не дает. Это суетный страх, что мы боимся того, что может никогда в жизни не произойти. Оно никогда не произойдет, а мы его боимся. Имеет ли смысл в таком страхе? И при этом человек парализован, он уныл, он все время с повешенным носом в таком ходе, вздыхает тяжко. И боится того, чего никогда не произойдет. Вот это называется суетный страх. А может быть и произойдет, а может быть нет. Чаще всего суетный страх нагоняет сатана, чтобы человек боялся того, что никогда не будет. И вот человек растращивает свой. Другой рядом идет православный христиан, который идет по заповеди Божией. Который познает заповедь Божию и исполняет ее уже не теоретически. Я знаю, что Бог есть. И даже я знаю, что есть какие-то заповеди. И даже назвать их могу. Вот сегодня Христос сказал, что не бойтесь того, а бойтесь этого. И это даже я знаю, могу сказать. А как ты воплотил это всю жизнь? Да, мне некогда этим заниматься. У меня надо деньги зарабатывать, детей воспитывать. Отдыхать, ездить на море, путешествовать. Вот об этом я думаю. Куда поехать? Где развлечься? Петербург, Москва, Третий Рим. Туда, сюда поехать. Вот мне на это, а как думать заповеди оплатить? Мне некогда. Времени у меня не хватает. Ум мой занят другим. Но человек это не понимает, что ум его занят другим. И поэтому у него какие-то вопросы появляются в душе. А почему я, почему мне плохо? Почему я не живу по заповедям Божию? Почему нет веры? А потому что твой ум занят вот этим. А не тем, чем нужно. А потому что твой ум, твое сердце, твое способности, твое таланты растрачиваются на суетные страхи, на суетные мечтания. Куда поехать? Куда приехать? Чем заняться? А что будет? Потому что вместо того, чтобы находиться в молитве, чтении Евангелия, чтобы еще раз открыть Евангелие, прочитать, что говорит нам Господь, что в жизни нашей есть, было и будет, ты вместо этого Евангелия уже в сторону думаешь, фантазируешь, а что может быть? И боишься этого. Вот поэтому. И по многому другому. Потому что Евангелие мы деятельно не исполняем. А православный христианин, тот, кто живет по западе Божьей, он чего боится? Да ничего не боится. Только того, кто может вовлечь душу его после смерти в гиену огненную. Он боится погибли, он боится ада. Он боится греха. Грех может вовлечь человека в гиену огненную. Сатана может вовлечь в гиену огненную, если ты ему покоришься и поработишься в этой жизни. Если ты стал рабом бесовским, а не Божьим, то, конечно же, бес раба своего заберет в ад. Безусловно. А как узнать, чей я раб? Вот через эту сегодняшнюю заповедь в том числе. Ты кого боишься, того ты и раб. Если ты боишься голода, если ты не помнишь заповедь Христову, что жизнь короткая, все равно мы умрем, и никакого голода уже не будет здесь на земле. Будет голод духовный. Если ты боишься нищеты, боишься, что у тебя будет мало денег, боишься того, боишься этого, боишься другого, и ты эти страхи постоянно высказываешь, что ты сбытка сердца, голод и уста. Но ни разу от тебя не слышно того, что я боюсь, что жизнь моя проходит, я говорю, спасение души, еще ничего не сделал. А я боюсь, что у меня молитвы нету. А я боюсь, что у меня множество нераскаянных грехов. А я боюсь того, что я горделивый. А я боюсь того, что самолюбивый, обижаюсь на каждом шагу. Закатываю истерики. Вот этого я боюсь. Что я не как христианин живу. Что я не благодарю Бога за все. Что я не радостный, не светлый. А при каждом обстоятельстве, этом, другом, третьего, вечно нос повесил и хожу. Вздыхаю. Сколько у меня будет денег? Много будет у меня денег? А что будет с моим здоровьем? Вот чего я боюсь, что до сих пор. Но от человека этого не слышно. И услышно, что будет. Колбаса будет сколько стоить? Будет ли у меня сыр? Будет ли мясо? Что у меня будет кушать? Какие у меня будут деньги? Вот какие страхи. А значит, это раб бесовский. Потому что это страхи чисто бесовские. Действительно, неправильные. Потому что Господь, того, кто Ему служит, Он Его и напитает, и обогреет, и защитит всегда. И человек это знает, верующий, который, и он Богу верует, который Бог говорит в сегодняшнем же Евангелии, не бойтесь, что есть, не забудьте, что есть и что пите. То есть не переживайте, будет ли вам еда и питье. И не переживайте о земных каких-то делах. Все Господь устраивает столько, сколько нужно. Нужно нам крест понести, где-то поскорбеть, где-то ужаться, где-то похудеть обожравшимся. Значит, Господь нам помогает это сделать. И мы получаем плод духовный, благодарим Господу. Нужно нам поболеть, нужно нам пострадать, нужно нам немножко поменьше денег, ибо мы зажрались. Господь нам это все управит. И христианин это знает и не боится ничего. Он благодарит, знает, что все в жизни происходит во благо. И все будет хорошо для спасения моей души. Все будет устроено, сделано. Больше, чем Господь делает для нашей души, никто не может сделать. Как бы я ни прыгал, ни раздувался, ни пыжился, я не могу сделать для своей души больше, чем это делает Господь. И христианин это знает, христианин благодарит Богу за все. Христиана с повешенным носом никогда не видишь, который тяжко вздыхает. Что, будут у него деньги или не будут у него деньги? Нет, христианин таких не бывает. Лже-христиане бывают такие. Номинальные христиане, да. По названию, который только крестик носит, изображают христианство, да, есть. Вздыхают, истерят, возмущаются, обижаются, кидаются стульями, да, с неочищенными сердцами. А вот христиан истинный, который очищает свое сердце, он не будет вздыхать. Он будет роптать только на самого себя. Он будет печалиться только о грехах своих. И будет бояться только Бога, не того, будет ли война, и сколько у меня будет денег бояться. И что будет ли у меня здоровье. Да не будет у меня денег, и не будет здоровья. Со временем, с возрастом все это уходит. И деньги, и здоровье, и время земной жизни, все уходит. Остается только Бог, и вечность, и небесный Русалим, и благодать Божия. Вот это вот только остается. И слава Богу, что я жизнь тратил больше на деньги, на здоровье, еще на что-то. И очень мало на Бога, на благодать, на святого духа стяжания, и на спасение своей души. Бог убирает это из моей жизни. Такова святая воля Божия. Чтобы побольше я поменьше дергался, хватал эти деньги, больше молился, спасал свою душу. Вот об этом сегодня говорит Господь. Поэтому, братья и сестры, те, кто вот так вот и с повешенным носом ходит, не спит ночами, и все тревожится за свои деньги, за какие-то свои материальные блага, за какие-то там свои бизнесы, дела, работы, здоровье, еще что-то. Это вы сейчас не с Богом, братья и сестры. Это вы сейчас полностью легли под бесов. Если вы останетесь вот в такой власти бесовской, что бес любыми страхами вас, у вас изгонит сон, любыми страхами будет заставлять вас вздыхать, ходить, с носом повешенным, любыми страхами будет вас порабощать, то есть он будет вас дергать куда хочет, в любой страх, в любое уныние, в любое отчаяние, в любую истерику. Хочешь, кидайся стульями, хочешь, бейся головой в стену, давай бейся, давай кидайся, давай злобствуй. Вот так вот будет нами управлять в этой земножине, тыкая во все грехи, если бес будет так делать. А ему это было позволять, то мы, конечно же, в ад идем. Мы сейчас не христиане, мы сейчас не спасены. Душа наша черна и полна злодействия. Поэтому надо обратиться ко Господу нашему Иисусу Христу с благодарением за все, что происходит в нашей жизни, слава Богу, за все. С доверием Господу, что все будет происходить по воле Божьей, все для нашего спасения. Со смирением и покаянием припадая ко Господу и говоря, Господи, да, я унывал, да, я вздыхал, да, я возмущался, да, я там совершал грехи, истерил, бросался стульями, столами, и что така не делал, бился огонь в стены, истерил, и кричал, и злобствовал, и дрался, и царапался, и обзывался, и кричал. Все это дело, Господи, я грешный при Тобе. Ну, Ты прости меня, милосердный мой отец. Я это все осознаю, я все в этом каюсь, искренне, от всего сердца, сокрушенным сердцем. Прошу помощи, очищения своей души. И Господь, который целует, даже намерения, а тем более, такое настоящее, глубокое покаяние, лапы за это, обнимает, конечно, прощает нам эти грехи, и вот нету этих страхов, и вот нету этих истерик, и вот нету этих обидий. И душа чиста, радостная, светла. Что там война, а все по воле Божьей. Что там голод, бизнес потеряли. Так за все, слава Богу. Мы все равно это все потеряем. Сегодня или завтра, или через 10 лет. У меня же могилу отнесут, у меня же не понесут с собой бизнес в могилу. И дом туда не затащу, и детей не положу с собой в могилу, ни внуков, никого. Я все это потеряю, все. Может быть, никогда уже не встречусь, может быть, последний, в своей бесконечной вечной жизни, дни я вижу свой бизнес, могу его погладить, свою машину, свой дом, своих внуков. И все, и больше никогда их не увижу. Никогда. Потому что буду с другими людьми находиться, с ангелоподобными, со святыми, или с грешниками, злобными, отчаявшимися, унылыми. Ну, в общем, то, что возлюбила душа моя, что привыкла. Поэтому сейчас не привыкаю к сердцам, ни к кому, ни к бизнесам, ни к машинам, ни к внукам, ни к работам, ни к домам, ни к чему. Но привыкаю только к Господу, стяжелаю только благодать этого духа, радость и любовь. И тогда, если мы деятельно будем проходить, благодаря Богу за все, не прилипаясь сердцем к земным своим благам, но спокойно к ним относясь, есть они, слава Богу, нет их, еще лучше. Святые в пещерах подвязались, а какие радостные, светлые в Царстве Небесном. Я в квартире, в доме нахожусь, и какой несчастный, грустный, черная душа моя, какая у меня. Так что ж мне дал мой дом и квартира, и машина, и бизнес? Черную душу мне дал? Где радость моя? Где счастье мое? Вот, поэтому все это деятельно надо проходить в духовную жизнь, благодаря Богу за все, что происходит, не прилипаясь к сердцу ни к чему, земному, привременному, к тому, что потеряем, а прилипаясь к сердцу только, сердцем только к небесному Русалиму, к спасению души, к вечной жизни, к любви Божией, к святым. И моя семья это не мой один внук единственный в мире, а моя семья это все внуки на этой земле живущие. Моя семья это не мой только сын, а все соно, и дети, и дочери, это моя семья. И моя семья это не моя сестра или брат родной, а все остальные по борту посидут, а все люди живущие на земле. Здесь моя семья, то есть мои братья и сестры, и все мы дети Отца Небесного. И так вот, и прочим, духовным, богодным образом надо богомудрство, читая священное писание, размышляя над ним, воплощая его в свою жизнь, а когда не хватает сил, прося помощи Божией, и благодаря Богу за все, не прилипаясь к ни к чему, и не переживая ни за что, и не боясь ничего, но боясь только греха и погибели, боясь быть отлученным от вечной жизни, от Небесного. Вот это вот есть страх настоящий истины, а все остальное суетное, и все будет по воле Божьей, болезни и скорби для спасения нашей души. Чего этого бояться? Это надо проходить смиренно, с мужеством, и с молитвой, и получать плод духовный, который есть любовь, радость, жизнь вечная, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok